Приветствую, друзья! Может, Путин уже умер? Сразу четыре британских таблоида написали об этом со ссылкой аж на руководство МИ-6. По словам источников британских спецслужбов, Путин тяжело болен, а возможно, уже и умер. Хотя его окружение, конечно, это скрывает. При этом, по мнению источника информации, все последние телевизионные выступления Путина – это двойники или заранее записанные консервы. Я небольшой поклонник конспирологии и не очень верю в такие сливы. Тем более, что на экране Путин выглядит вполне себе достоверно. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Однако в какой-то момент это точно случится. Умрет ли Путин или просто уйдет с поста, но однажды мы узнаем, что его больше нет во главе государства. Это неминуемо. Рано или поздно история или биология освободит нас от него. Что дальше? Будет ли сразу лучше или хуже? Или вообще ничего не изменится? Это очень важные своевременные вопросы. И думать о России после Путина надо уже сейчас. Потому что, когда он действительно так или иначе уйдет, думать будет поздно. Надо будет действовать. До 24 февраля 2022 года вопрос о России после Путина был внутренним делом нашей страны. Конечно, мы не были абсолютно безразличны миру, но и в число приоритетов не попадали. 24 февраля Путин развязал войну против Украины. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Войны такого масштаба не было в Европе уже почти 80 лет. Путин за один день превратил нашу страну в главный мировой фактор риска. И теперь вопрос, как пройдет смена власти в России, это буквально вопрос войны и мира. На сегодня уже всем понятно, что до смены путинского режима надежного мира в Европе не будет. А вот после его смены, это все зависит от того, как эта смена произойдет. На сценарии смены режима можно посмотреть с разных точек зрения. Политология, экономика, социология, история. Они все будут использовать свой инструментарий и свою методологию для такого прогноза. Я лично по профессии и опыту управления, смена ТЭП, АПАТИТ, ЮКОС, это все были многотысячные коллективы с выходом на миллиардную капитализацию. Тот опыт, который я на этом получил, он очень близок к госуправлению, да и образование у меня соответствующее. Поэтому сценарии смены режима я могу рассматривать лучше всего с точки зрения управленца. Вот что значит с точки зрения управленца? Это ведь только на первый взгляд кажется, что управление простая штука. Отдал приказ, ну или распоряжение и все, поехали. Реальность сложнее. Ваш приказ может не получиться выполнить. Его просто могут саботировать, могут переиначить своих интересов. Верные и демократические решения, реализуемые недемократическими методами, ведут в авторитаризм даже быстрее, чем просто неверный. Когда ты руководишь компанией, то с тобой только те, кто тебе поверил. Не понравится? Уйдут. Из страны уйти тяжелее, да интересов затрагивается больше. В компании основной интерес – зарплата, в стране – жизнь. Люди просто не могут уйти, а значит и ты не можешь делать то, что нравится тебе, ну или даже большинству. Представлять же интересы всех, да ни одному человеку это не по силам. Вот президент, когда в его руках вся полнота власти и представляет интересы только своего окружения, да еще немного тех, в чьей поддержке нуждается, типа силовиков, остальных – по боку. Поэтому на смену режима в России хорошо бы посмотреть не с чисто идеологической точки зрения, а с позиции практического менеджмента. На мой взгляд, возможны четыре управленческие модели с достаточно предсказуемым развитием ситуации. Сценарий номер один. После Путина власть переходит к назначенному или выдвинутому окружениям преемнику. Там Кириенко, Патрушев, Шойгу, Володин, Мишустин, ну или к какому-нибудь относительно молодому ФСОшнику. То есть на персональном уровне власть меняется, но сохраняет общую преемственность. В этом случае, конечно, возможны некоторые перемены, но общий вектор остается тем же самым. Что это значит? Власть по-прежнему базируется на контроле углеводородной ренты, а также на том, что собирает в центр около 60% всех налогов. Подтвердить свои претензии на природную ренту и львиную часть налоговых сборов власть может только внешней угрозой. Поскольку для повышения благосостояния людей деньги у них отнимать противопоказано. Ну вот именно поэтому Путин добивался консолидации общества именно через образ врага. Врагами были Америка, Запад, НАТО, Украина. Мы увидели захват Крыма, создание бандитских анклавов в ЛНР и ДНР, а затем уже и полномасштабное вторжение в Украину. Кто бы из путинского окружения не пришел к власти, ему придется делать то же самое. А значит в рамках этого сценария мы увидим продолжение империалистических и несправедливых войн, в которых Россия надорвется или сгорит в ядерном пожаре. Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Если же не сгорит, то перейдет к одному из трех следующих сценариев. Может ли к власти прийти демократическая либеральная партия или общественная сила, чтобы проводить прогрессивные реформы? Может, но для этого ей надо стать популисткой. То есть, например, предложить людям много благ за счет Запада. Но попытка опоры на Запад не увенчается успехом. Запад потерял восторженность времен Горбачева и в обмен на поддержку потребуют такие геополитические уступки, которые нельзя будет предоставить немедленно. Да и поддержка не сможет быть такой уж масштабной. Страна слишком большая. Опасений у Запада тоже немало. Значит, процесс сближения будет медленным и проблематичным, а власть надо взять и удержать прямо сейчас. И единая демократическая Россия будет вынуждена двинуться в сторону поиска врага. Сначала враг будет внутренний. Коммунисты, патриоты, силовики, непокорные или коррумпированные региональные элиты. Но борьба с внутренними врагами – это борьба находящегося у власти меньшинства против очень разного большинства. И эта борьба неминуемо приведет в ту же точку, где мы находимся сейчас – к авторитарному принуждению. А как авторитарная власть консолидирует общество, мы уже обсуждали. Внешний враг – военная авантюра, милитаризация общества. А значит, единая демократическая Россия через короткий промежуток времени будет не сильно отличаться от просто единой. Следующий сценарий. Некоторые мечтают о распаде страны. В принципе, в создании на территории нынешней России группы независимых государств нет ничего криминального. Если бы не два «но». Но номер один. Российские регионы неплохо уживаются друг с другом в рамках административных границ. Эти границы мало кто воспринимает всерьез, поэтому нет проблемы в том, насколько корректно они проведены. Там, где отношение к границам более серьезное, например, между Чечнею и Ингушетии, конфликты есть даже в рамках одного государства. Если же небрежно проведенные административные границы превращаются в государственные, то это неминуемый конфликт. Простой и наглядный пример. 19 февраля 1954 года указом Президиума Верховного Совета СССР Крым был передан из Российской Федеративной Республики в Украинскую. Пока это было одно государство, это мало кого волновало. Но в 1991 году граница между республиками одного государства стала границей между двумя странами. А еще через 25 лет старая обида триггернула и все закончилось аннексией. Вот сколько таких бомб замедленного действия заложено по административным границам Российской Федерации. Мы это узнаем в случае распада страны. И вот тут в силу вступит второе но. 5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум. Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Во многом благодаря этому безъядерному статусу и стала возможна аннексия Крыма и нападение 24 февраля этого года. Так что в случае распада России с высокой долей вероятности образуются 5-7 ядерных государств. И ядерное оружие они уже не отдадут. И конфликты вокруг спорных границ станут не просто вооруженными, но и вооруженными между несколькими ядерными державами. Можно ли избежать распада страны и одновременно воспроизводства агрессивной авторитарной модели? Да, можно. Начиная с 24 февраля я много размышлял о причинах этой вот самой безумной путинской войны. О том, можно ли было ее избежать. Я не думаю, что мои выводы в этой части кардинально отличаются от мнения большинства экспертов. К войне привели рессентимент и веймарский синдром у значительной части населения, а также использование властью этих национальных комплексов для собственной легитимации. Вот существует ли какая-то управленческая модель, не позволяющая снова откатиться к поиску внешнего врага и попыткам захвата или незаконного удержания чужих территорий? Да, существует. Веймарский синдром и легитимация через внешнего врага существуют на национальном уровне. На уровне регионов такой проблемы нет. Федеральная власть из представителей регионов не даст тратить деньги на внешние авантюры. И не потому, что они там особо прекрасные люди. Просто интересы, как и источник легитимности, в регионах иные, чем консолидация перед лицом внешнего врага. Поэтому единственная управленческая модель, позволяющая избежать конфронтации с западным миром, позволяющая избежать авторитаризма и распада, это федерализация, по примеру, США. В России объективно существует 15-20 крупных агломераций. Население регионов или агломераций становится источником власти и переучреждает опорочивший себя федеральный центр из своих представителей. Ну и с целью решения общих вопросов. Возможно, что частью этого нового федерального парламента станут федеральные партии, представляющие тех людей, которые идентифицируют себя сначала коммунистами или либералами, или патриотами, националистами, а лишь потом жителями Поволжья, Сибириками или Дальневосточниками. Важно, что федеральные органы власти будут представлять не сами себя, а лишь интересы своих поручителей. Такие представительские органы власти, в отличие от существующих, могут быть отозваны в любой момент. Реальная федерализация страны будет иметь и ряд нюансов. Про европейской части российского общества, да и Западу придется смириться, что Россия после Путина останется политически и экономически многоукладной. На одном полюсе будут вполне себе европейские агломерации, на другом избирательные султанаты с их в большей или меньшей степени родоплеменными отношениями, а иногда в стадии перехода к феодализму. Попытку перепрыгнуть через эту или подобную пропасть в один прыжок делали многие, в том числе большевики. Известные мне относительные удачи связаны либо с оккупацией, ну в качестве примера можно привести Индию, или с гостеррором у всем известного Сталина. И это не наш случай. Значит, надо смириться и искать консенсус по совместным вопросам и надеяться на силу примера. Есть ли у проекта федерализации риски? Риски огромные. В случае неудачи можно как свалиться в авторитаризм, так и развалить страну. Да и цена будет немаленькая, без крови, надеюсь, небольшой. Все это не обойдется. Впрочем, эти риски в рамках иных сценариев гораздо серьезнее и вероятнее. Начав агрессивную войну, раз за разом угрожая миру ядерным оружием, Путин так задрал ставки, что расплата неизбежна и платить придется всем нам. И искать выход из этого положения. И думать о России после Путина нужно уже сейчас. А то вдруг британская разведка и правда что-то знает. Ведь по поводу начала войны-то они были правы. Счастливо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!